В первую очередь я приехал к своим друзьям, когда были здесь много, но уж так совпал, что они живут в Донецкой Республике. И во-вторых, конечно, интересно посмотреть, как живет Донецкая Республика, что это вообще такое. Они ходят очень много мифов, в том числе и у нас в России, и я бы предхочел посмотреть своими глазами. Ваши первые впечатления? Ну, это трудно описать словами, но это совершенно необычное, ни на что не похожее. Я много где был, много что видел, но это ни с чем нельзя сравниться. Где уже вы? В смысле, я видел? Что видел? Кроме Донецка, ну, вчера я видел путь от Новоазовска до Донецка, поскольку у нас автобус почему-то вез каким-то сильно обходным маршрутом. То есть я видел разрушенные мосты и блокпосты. В общем, конечно, это не самые обычные элементы пейзажа для Европы, скажем честно. Как вы планируете теперь в Мальдонский город? Я буду здесь до понедельника. Расскажите, пожалуйста, смогут ли пейзажи Донецкой народной республики стать частью ваших праздников? Я боюсь, нет, для этого мало, три дня побыть здесь, чтобы пропитаться этими пейзажами и смочь как-то это использовать. Кроме того, здесь есть достаточно коллег, которые местные, которые знают эту землю, знают этот народ. Это гораздо лучше меня, смогут о нем написать. Поэтому я даже не буду пытаться. У вас вышла книга, перевернутая, можно сказать, история, да, вот... Альтернативная. Альтернативная, да. Почему вы же ее написали? Ну, история очень интересный предмет, особенно для писателя, который имеет возможность, в отличие от историка, но хотя и историка тоже имеете, но за это коллеги осудят, а писателя нет. Он имеет возможность эту историю немножко, как бы, как вы сказали, вывернуть, то есть перевернуть ее в другую сторону, чтобы она пошла не так, как у нас. На этом полигоне, на этой истории посмотреть какие-то другие варианты, модели развития нашего мира. Может быть, поэтому... Или это претендует только фантастикам? Ну, там фантастическое только историческое допущение. Там нет ни пришельцев, там нет ни эльфа. Там действуют реальные обычные люди, которые с вами. Они делают реальную жизнь, они будут в тяжелых, в тяжелых обстоятельствах. Там все это, кстати, вполне реально, там никаких чудесных происходит. Только другая реальность. Вы же смотрели многие, наверное, сериал «Человек в высоком замке». Там тоже фантастика, только альтернативная развилка. Остальное все реальные люди в реальных обстоятельствах, реальные люди. Как планируете в дальнейшем в библиотеке сотрудничать с историками? Ну, я не заглядываю так далеко. Я думаю, не знаю, нет у меня таких парня. Книги подарите или издательите? Библиотеке подарю одну. Не то, что я сам издаю книги, мне сколько издательства выдало, несколько штучек. Я привез, одну в библиотеке обязательно подарю. Скажите, у вас есть какое-то мнение со стороны пресса, еще чего-то по информации вообще о происходящем в Березко-народной истории? Ну, телевизор я смотрю редко. Как-то неинтересно мне. Ну, у меня информация есть как раз от тех друзей, которые здесь живут. Все они практически жили здесь все это время, никто не уезжал, не бросал родную землю, поэтому они могли своими глазами наблюдать, а кто-то, как Федор Березин, активно и участвовал. Поэтому я в первую очередь опираюсь на их мнение. Уже во второй, может быть, на какие-то массовые информации, которые я вообще не пользуюсь практически. Вот вы сказали, что далеко не заглядывайте. Но часто писатели французов называют как бы провидцами будущего. В целом можете, например, в своем мнении сказать, что нас вообще, как бы, Европу или, например, Россию ждет в ближайшее там будущее? Я боюсь. Нет, мне кажется, сейчас все так быстро и неожиданно развивается, что предсказывать это очень сильно рисковать сесть попой в лужу. Кто мог пять лет назад, даже три года назад, представить, что Россия будет проводить военную операцию в Сирии? Это было просто немыслимо, невообразимо. Кто мог пять лет назад вообразить, что под Донецком будет идти война, будут стрелять, люди будут убивать друг друга, брат на брата, друг на друга? Поэтому я не рискну ничего предсказывать. Я могу попробовать рискнуть, предсказать, куда наше все человечество идет. К сожалению, мне кажется, что никакого глобальной катастрофы, которую любят показывать в книгах и в фильмах, не будет. К сожалению, это не очень красиво звучит. Мы задохнемся в собственных испражнениях, скорее всего. Такая медленная, гнусная смерть от загрязнения окружающей среды. Но я буду рад ошибиться, я вам честно скажу. Спасибо большое. Пожалуйста.